добрый день уважаемые зрители и подписчики моего канала наш любимый интернет-магазин aliexpress запустил очередную глобальную распродажу со скидками до 60 процентов и под эту скидку я решил купить себе какую-нибудь полезную железку полезную для меня и надеюсь интересно для вас в данном случае это зарядное устройство факсур модель f5 250 и купил я его с помощью мобильного приложения aliexpress покупать с помощью этого приложения очень удобно удобнее чем через сайт обычного приложения поэтому всем рекомендую поставить на это приложение если вы будете первый раз это делать то вы получите скидку от интернет-магазина все полезные ссылочки будут в описании к этому видео ну а мы продолжим итак перед нами собственно говоря самоустройство в этой упаковочке упаковка немножко потрепанная да но как говорится главное не бушка главное что содержится внутри коробку я вам решил показать после того чтобы понимали как она выглядит и как придет к вам это устройство что же давайте мы распакуем так открываем коробочку видим что тут в принципе все аккуратно надежно упаковано есть фиксирующие элементы да вот такая штучка до который ложится на ручку снимаем ее видим у нас комплект идет шнур питания достаем само устройство так и тут мы видим ну тоже собственно ряд но я думал все нормально фиксируется инструкцию да и на этом коробочка нам больше не нужно аккуратно и и забираем и вот перед нами само устройство давать я сниму 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 кулечек так снимаю кулочек и давайте пройдемся по его внешнему виду и так давайте я вам покажу покрупнее с разных сторон так ну что начнем в общем по весу довольно тяжеленькое устройство где-то полтора килограмма веса есть у нас удобная ручка удобно держать корпус красного матового цвета вот эта часть если верить производителю она металлическая алюминиевая и впрочем судя по текстуре и ощущениям это действительно металл алюминий есть у нас здесь специальные пазы для того чтобы намотать там шнур питания либо наши крокодилы видим с этой стороны у нас вентиляция дам охлаждение кулер здесь у нас разъем для подключения шнура питания здесь у нас ушки ушки нужны для того чтобы на них можно было цеплять наши крокодильчики чтобы они просто так не болтались значит передний экран у нас защитная наклеечка видно тут язычок и две кнопки управления ну и подписи к экрану да факсур зарядка не типом батареи режимов внизу у нас значит сама информация про устройство видим портей был smart smart battery charger входное напряжение 100 240 вольт 50 60 герц 350 ватт выход 12 вольт 25 ампер нам обещают 24 вольта 15 ампер модель f5 250 и так что по внешнему виду могу сказать я делал недавно обзор тоже факсур модель но f5 200 более младшая ему сказать что вот внешний вид этой старшей модели он более взрослые более профессионально переработанный и более более я бы сказал удобный вот итак основные отличия от нашей модели в том что как уже было сказано здесь 12 вольт 25 ампер в отличие от 20 на предыдущей модели и на 24 вольта у нас здесь 15 ампер в отличие 10 на предыдущем устройстве плюс здесь у нас восьмиуровненный режим зарядки а на прошлом было 77 этапов и плюс у нас здесь изменением зарядка литий железно-фосфатной батареи выведен в отдельный режим давайте еще посмотрим на нашу инструкцию для таких устройств я рекомендую всегда почитать инструкцию ознакомиться здесь много полезной информации в первую очередь те аккумуляторные батареи которые это устройство поддерживает и тут описано порядок работы с этим устройством чтобы не повредить не устройством не саму батарею и что хорошо у нас здесь есть инструкция на русском языке да вот я ее удачно быстро нашел до противно зарядное устройство с функцией повышения давления ну повышение давления видимо неудачный перевод но тем не менее более менее понятно да так восьмиступенчатая здесь у нас предупреждение информация про режимы работы значит эффективность указанным 85 более 85 так описание режимов то что нам показывают на экране так далее чеки вот у нас указаны типы поддерживаемых батареи в принципе все известные распространенные типы батареи поддерживаются ну такие как кислотно-свинцовые допустим и джем либо гелевые а также на эти железо фосфаты также есть режим восстановления батареи вот и режимы быстрой зарядки booster да если я не ошибаюсь далее у нас есть здесь описанием встроенных восьми режимов работы батареи вот все эти этапы описаны можно будет ознакомиться не буду на них останавливаться может быть ознакомиться в инструкции либо я оставлю ссылку в описании можете перейти на страницу этого устройства и ознакомиться там там тоже будут дополнительные фотографии и информация да что ж с этим все давайте распакуем шнур питанием и подключим посмотрим как это устройство работает так эти крутилки обычную чик так сняли раз так шнур ну шнур где-то около метра длиной хотя честно говоря я сказал что наверное маловато думаю что у многих случая придется пользоваться удлинителем так чик открутили и длина наших крокодилов фиксаторов ну здесь метр даже больше причем да получается длина крокодилов длиннее чем шнур питания ночью это классно да удобно так давайте подключим к сети для того что мы делаем так да кстати еще такой момент предыдущей модели в 5200 шнур питания был просто зафиксирован жестко да здесь ведь он съем ну что ну я думаю что это удобнее и прикольно практичнее так зафиксирован сейчас я питанию минутку так наше устройство подключено смотрим значит вот такой вас ждет первое включение экрана не первый режим у нас включается карбот ну это батареи то опять таки есть инструкции гелевые там разные с обычные свинцово-кислотные там много других разных кнопка могут переключение режима до цветной такой экранчик который каждый режим подсвечивается своим цветом да и если че кнопка current это дополнительная кнопка раньше младшей версии и нету так и она позволяет переключать ток-ток зарядки до от 2 ампер 2820 25 и есть режим автоматически в общем удобно удобная штука вещь потому что не все батареи могут перенести высокий ток зарядки да и поэтому чтобы вот если мы точно знаем какой нам нужен ток то мы выбираем соответствующий режим вот а если мы не знаем хотим положиться на это устройство здесь не встроенный микропроцессор который сам регулирует режимы не регулирует токи напряжения то выбираем вот такой вот автоматический режим и так для того чтобы продемонстрировать как он работает в каком режиме работы там шум звук как это все выглядит у меня вот здесь сбоку видно стоит аккумуляторная батарея это сборка литий-железо-фосфатных ячеек 12 вольт 100 ампер выберем соответственно литий-железо-фосфатных режим до режим заряда тока у нас будет автоматически давайте подкинем наши клеммы так плюс у нас есть главное да не перепутать плюс и минус это важно и здесь и вот наше устройство запустилась видите она показывает текущий заряд как бы вычисляет я так понимаю ну делит заряд на четверти до 25 процентов 50 75 100 не показывает нам напряжение зарядки температуру ну температуру она снимает по корпусу то есть фактически если долго постоять то будет показывать температуру окружающей среды плюс немножко если нагреется устройство то само устройство ну плюс для зарядки батареи режим более менее адекватный плюс это устройство сама регулирует режимы зарядки в зависимости от того там или это жара или допустим холод и может изменять режимы зарядки что удобно что полезно для аккумуляторных батареи да вот ну то есть показывает кстати вот видите 12 вот определила батарея 12 вольтовую ну видно напряжением температура снова и ток зарядки до текущие вот теперь послушайте шум работа этого устройства как по мнем работает очень тихо ну как для заряжающего устройства вообще режим работы очень тихий даже в принципе если аккумулятор заряда устройства будут стоять и рядом с вами то будет не так сильно напрягать ну допустим а прошлое устройство младшая модель а ну офигенное тоже устройство но классно работает все выполнять свои функции но но немножко не обсказал шумнее чем ощутимо шумнее чем это устройство вот что ж в принципе как бы да по режимам все понятно давайте я отключу установим опа видите я скинул крокодил и зарядка сразу установилась вот что вам еще интересно про это устройство показать да вот мне понравилось эти два ушка вообще не очень классные берем вот так цепляем и все у нас эти крокодила не болтается все на своем месте да вот здесь можно намотать шнуры провода и как бы получается очень компактно очень удобно ничего нигде не разбросано взяли за ручкой поставили там где нам удобно где свободное место и ждем достаем при следующем испытании неспользуем общем вот такое симпатично полезное устройство надеюсь видео вам было популярным прошу вас поставить если это так если понравилось видео было полезно прошу вас подписаться на мой канал и поставить лайк а на этом всего хорошего до свидания до новых встреч